В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! В гостях у нас генеральный директор компании China Chintong International Investment, президент акционерного общества Greenwood, президент Союза китайских предпринимателей в России, заместитель председателя общества российско-китайской дружбы Чжоу Ли Чунь. Господин Чжоу Ли Чунь, здравствуйте! Здравствуйте! Вы вновь прибыли, я так думаю, во Владивосток. Это ваш не первый визит или первый? Уже несколько раз. Я очень люблю Владивосток. Это очень любимый город. В этот раз вы прибыли в рамках Восточного экономического форума? Да, участвовал в экономическом форуме. Какую работу организуете на ВЭФ и с чем пожаловали? Наш приезд во Владивосток связан прежде всего с участием в Шестом Восточном экономическом форуме, в рамках которого будет проведен бизнес-диалог Россия-Китай. Подобные мероприятия проводятся чуть ли не на каждом форуме. На этих мероприятиях предприниматели и представители администрации с китайской и российской стороны посредством взаимного диалога и общения усугубляют взаимопонимание и продвигают российско-китайское двустороннее сотрудничество. Восточный экономический форум – это в первую очередь обмен опытом, это инвестиции, это экономическое партнерство, это вообще партнерство в различных сферах, назовем это так, да. И Россия интересна Китаю с точки зрения партнерства? Мы особенно ценим и считаем важным двустороннее партнерство Китая и России. Союз китайских предпринимателей в России создан в 2006 году под руководством Министерства коммерции КНР. В настоящее время в состав Союза входит почти 4000 предприятий-членов и 8 отраслевых и региональных секций. За последние годы Союз китайских предпринимателей в России сыграл огромную роль в деле «Содействие, обмену и сотрудничеству между предприятиями наших стран, защита законных прав и интересов своих членов, стимулирование российско-китайского торгово-экономического сотрудничества». В последние годы у многих предприятий-членов появились свои инвестиционные проекты в России и особенно на российском Дальнем Востоке. Поэтому Союз китайских предпринимателей приехал участвовать в форуме с делегацией в составе именно таких предприятий, что очень важно для дальнейшего развития Дальневосточного региона и мероприятий по торгово-экономическому обмену между Китаем и Россией. Мне, как жителю Дальнего Востока и Владивостока, в частности, очень интересен момент. Мы понимаем о взаимоотношениях России и Китая, это наша страна. Но есть небольшой пока еще город Владивосток, где-то на окраине. Тем не менее, это ворота в Азию, как его у нас, по крайней мере, называют. И это партнерство, в первую очередь, с азиатскими регионами. Вот Владивосток в этой связи интересен предпринимателям Китая? Владивосток в высшей степени известен, а его стратегическое положение очень важно. Не так давно российское правительство выдвинуло масштабную программу развития Дальнего Востока, а также привлекло китайские предприятия во Владивосток для инвестиционной деятельности, что содействовало торгово-экономическому обмену и сотрудничеству в регионе. Владивосток очень важен для всего дальневосточного региона России. Здесь есть и богатые морские ресурсы, и порт, и леса, и сельское хозяйство, есть и туристические ресурсы, что также в значительной степени привлекает сюда китайский бизнес для инвестиционного сотрудничества. В нескольких предыдущих восточных экономических форумах принимало участие довольно много предпринимателей из Китая. На каждом из этих форумов было подписано множество важнейших инвестиционных соглашений, принесших богатые плоды. В результате форумов происходит взаимное сопряжение между предприятиями Китая и Россией, стимулирующее двустороннее сотрудничество. Мы также отметили, что российская политика освоения Дальнего Востока и китайская программа оживления северо-востока страны взаимно переплетаются и стимулируют друг друга. Провинции Хэйлунцзян, Гирин и Ляонин на северо-востоке Китая располагаются довольно близко к Владивостоку. И это географическое преимущество также стимулирует увеличение масштабов двустороннего сотрудничества. В настоящее время инвестиционные проекты на Дальнем Востоке есть у многих крупных китайских предприятий. Мы также относимся к этому с большим вниманием и приехали в этот раз с мыслью об активном участии в освоении российского Дальнего Востока, содействии деловому сотрудничеству между нашими странами. Такая идея, что мы проводим в Северо-востоке в том, что мы проводим в Северо-востоке и в Северо-востоке. Форум представляет собой некую платформу, посредством которой происходит стимулирование контактов и обмена между предприятиями Китая и России. Каждый очередной форум привлекает сюда наши китайские предприятия для осуществления обмена и сотрудничества с предприятиями с российской стороны, продвижения проектов. Несмотря на серьёзность эпидемической ситуации, наши китайские предприятия в России, посольство КНР, в Российской Федерации и местное генконсульство с большим вниманием относятся к участию в подобном мероприятии. Мы ценим каждую такую возможность и очень благодарны организаторам за предоставление площадки, дающие возможность и создающие условия для осуществления обмена и сотрудничества между бизнесом Китая и России. Та работа, которую вы проводите в качестве президента Союза предпринимателей в России, какие основные задачи сейчас у вашего Союза в России? Я уже четыре года занимаю пост председателя Союза китайских предпринимателей в России, основной задачей которого является содействие обмену и сотрудничеству между его предприятиями-членами с китайской и российской стороны, защита законных прав и интересов предприятий-членов, стимулирование российско-китайского торгово-экономического сотрудничества, чтобы они сыграли ещё большую роль в российско-китайском торгово-экономическом сотрудничестве. На самом деле, все эти годы платформа Союза китайских предпринимателей в России сыграла огромную роль в этих областях. На ежегодной основе мы организуем предприятия-члены для осуществления обмена взаимного стимулирования сотрудничества по проектам. В области защиты прав и интересов бизнеса мы совместно с уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, господином Титовым, создали Центр по защите прав российских и китайских предпринимателей. У нас есть почти 10 кейсов защиты законных прав и интересов китайского и российского бизнеса. Эти предприятия-члены сыграли важнейшую роль в российско-китайском торгово-экономическом сотрудничестве. В будущем мы будем и дальше играть ещё большую важную роль в этих трёх областях. Китай сегодня занимает лидирующие позиции, я думаю, в том числе и на предпринимательском рынке. И хочется узнать относительно Дальнего Востока. Какие проекты вы считаете здесь перспективными? Куда нужно вкладывать инвестиции? Чем здесь заниматься? Российский Дальний Восток располагает богатейшими ресурсами, плодородными землями, поэтому китайские предприниматели с повышенным вниманием относятся к сотрудничеству в таких сферах, как рыбообработка, строительство, портов, морские перевозки, сельское хозяйство, лесное хозяйство. Российский Дальний Восток граничит с северо-востоком Китая, и мы уверены, что в будущем, по мере дальнейшего развития российско-китайских отношений, Дальний Восток ждёт ещё большее процветание, а китайских предпринимателей, которые инвестируют в регион и отстраивают его, будет становиться всё больше, особенно в контексте предложенного соединения китайской инициативы «Один пояс, один путь» с российской программой развития Дальнего Востока. А какие отрасли нашего региона, которые здесь есть, здесь работают, развиваются, имеют привлекательность для вашего бизнеса? В области строительства объектов инфраструктуры ряд инвестиционных проектов здесь уже есть у таких китайских компаний, как China Communication Construction Company, China Railway Construction Corporation, China State Construction Engineering Corporation. На российском Дальнем Востоке есть естественный порт и портовый терминал, что обуславливает большой масштаб инвестиционных китайских предприятий в строительство объектов инфраструктуры. Кроме этого, Дальневосточный регион располагает прекрасными сельскохозяйственными и земельными ресурсами, что также привлекает китайские предприятия инвестировать в освоение строительства. Сюда же можно отнести морские ресурсы, рыболовный промысел, рыбообработку и другие отрасли. По мере улучшения эпидемической ситуации сфера туризма также станет новым направлением, всё более привлекательным для инвестиций. Владивосток находится у подножия гор и на берегу моря. Его прекрасные виды обязательно привлекут ещё большее количество китайских туристов. в плане. Понимаете, мне немножко хочется заглянуть в будущее и у вас, как у специалиста, спросить наш город, Владивосток, Дальний Восток, наш регион. Как думаете, в будущем Вообще у нас будут более глобальные отношения с Китаем? Да, конечно. Это очень большая перспектива развития Владивостока. Владивосток является одним из важнейших портов России с давней и красивой историей. По мере дальнейшей реализации российским правительством программы развития Дальнего Востока город будет всё более и более отстраиваться, а инфраструктура становится всё более развитой. Огромным пространством для роста обладают сферы сельского и лесного хозяйства. Мы уверены, что в ближайшие 5-10 лет Владивосток обязательно превратится в преисполненные жизненных сил и надежд город с великолепными перспективами развития. Мы также с нетерпением ожидаем этого и внимательно следим за ситуацией. А теперь хочется немножко о реальности поговорить. Ни для кого не секрет, что мир столкнулся с пандемией. Это касается не только Китая, России, это касается всего мира действительно. И на фоне всего этого, конечно, экономики стран пострадали. И взаимоотношения, торговые взаимоотношения, торгово-экономические между Россией и Китаем, насколько я знаю, как я читала, они несколько сократились, объёмы. Это так? Пандемия сказалась на российско-китайском торгово-экономическом сотрудничестве. Но правительства наших стран сообща преодолевают трудности и сплочённо сотрудничают. Мы выдерживаем то давление, которое пандемия оказывает на наши экономики, что в полной мере воплощает решимость наших стран вести совместную борьбу с пандемией и саму суть российско-китайских отношений стратегического партнёрства. Несмотря на то, что пандемия оказала влияние на экономическое развитие, положительные тенденции в российско-китайском экономическом сотрудничестве не угасли. На протяжении трёх лет подряд с 2018 по 2020 год российско-китайский товарооборот превышает 100 миллиардов долларов. Главы наших государств выдвинули цель довести товарооборот до 200 миллиардов долларов в 2024 году, что, судя по текущей тенденции развития, будет обязательно реализовано. Мы также с нетерпением ждём возможности при совместных усилиях администрации и бизнеса с китайской и российской стороны приложить новые усилия и внести свой вклад в целях дальнейшего повышения уровня российско-китайского сотрудничества и торговли. Отношения между Китаем и Россией переживают наилучший период в своей истории. Несмотря на пандемию, объём российско-китайской торговли демонстрирует рост, а сотрудничество между нашими странами охватывает всё новые и новые сферы. Глубина, высота и качество двустороннего сотрудничества развиваются в высококачественном ключе. В будущем ещё больше усилится сотрудничество между нашими странами в области высоких технологий, инфраструктуры, сельского хозяйства, новых отраслей промышленности, что будет происходить с соблюдением условия повышенного внимания к проблемам охраны окружающей среды, и прежде всего это будет сотрудничество с российским Дальним Востоком. Тем не менее, сегодня мы проводим Восточно-экономический форум. Вы здесь, делегации иностранные здесь. И значит, это говорит о том, что всё-таки мир приходит в себя после всех этих событий. И мы можем сегодня говорить, что процесс налаживается? Или ещё пока рано? То, что мы сегодня нашли возможность приехать и принять участие в 6-м Восточном экономическом форуме, свидетельствует о нашей решимости и убеждённости продолжать прочное сотрудничество с российскими партнёрами. Пандемия оказывает на нас влияние. Но мы твёрдо верим в победу над трудностями, общими усилиями поддерживаем и продвигаем российско-китайское сотрудничество в различных сферах. То есть, перспективы сотрудничества в целом, говорим о двух странах, России и Китая, они большие и они есть? Российско-китайские отношения, всеобъемлющего взаимодействия и стратегического партнёрства вступили в новую эпоху, и стороны будут укреплять сотрудничество в расширенном и углублённом русле. Будущее сотрудничество Китая-России обладает прекрасными перспективами, а при взаимодоверии в политике и взаимной поддержке в экономическом развитии, торгово-экономическое сотрудничество также вознесётся на новую высоту. И в этом мы твёрдо убеждены. Сейчас в рамках Восточного экономического форума, чего ожидаете? То есть, может быть, каких-то новых соглашений, может быть, каких-то новых контактов, каких-то новых знакомств? Форум представляет собой платформу. Участвуя в форуме, мы подписали соглашения, установили контакты, прекрасно пообщались и в будущем ждём превращения хороших торгово-экономических связей и политического взаимодоверия в плоды торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, что на новой высоте воплотит высокий уровень российско-китайского торгово-экономического сотрудничества. Господин Джоули Чунь, я хочу пожелать, чтобы отношения между нашими странами крепли и отношения между предпринимательским сообществом наших стран, в том числе крепли, успешных вам перспектив и нам в том числе тоже. Мы твёрдо убеждены, что дружеские отношения между Китаем и Россией станут ещё более крепкими. Дружба между народами наших стран будет длиться вечно, а дружба между Китаем и Россией будет передаваться из поколения в поколение. Ждём вас снова во Владивостоке. Спасибо большое. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о торгово-экономических отношениях Китая и России. В гостях у нас был генеральный директор компании China Chin Tong International Investment, президент акционерного общества Greenwood, президент Союза китайских предпринимателей в России, заместитель председателя общества российско-китайской дружбы господин Джоули Чунь. В студии работала Юлия Рокотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова